Всем привет ребята, с вами я Savonty, вы на канале своими руками. В прошлом ролике я вам показывал обзор TV-бокса Beelink GT King Pro на голом андроиде. Сейчас же я обновил прошивку до Android TV. Можете видеть какой интерфейс он имеет. Совершенно другой и отличный от того обзора, который был в предыдущем ролике. Кстати, предыдущий ролик смотрите в правом верхнем углу. Давайте посмотрим настройки устройства. Об устройстве можете видеть GT King Pro Android TV. Сборка версия 2.0. Android версии 9.0. Можете убедиться. Итак, я напомню, что это Beelink GT King Pro. Построенный на шестиядерном процессоре Amlogic S922X-H. Шестиядерный процессор, 4 из которых ARM Cortex-A73 до 2,2 ГГц и 2 ARM Cortex-A53 до 1,8. За графику отвечает графический ускоритель ARM Mali-J52MP6. Имеет 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и внутренней памяти 64 ГБ. Имеет Bluetooth 4.1, гигабитный Ethernet порт, двухдиапазонный Wi-Fi, 3 USB входа 3.0 и 1 USB 2.0. Ну, вроде как с сухими цифрами покончили. Давайте посмотрим, что же он собой представляет на Android TV. Посмотрите, насколько сразу изменилась картинка при запуске главного экрана. Здесь вы можете настроить каналы, добавить настройки с боковой панели ваших приложений. Я еще раз напомню, что Android и Android TV это немного разные оболочки. Android голый, он такой же, как на вашем смартфоне. А Android TV предназначен для управления пультом. Вот как я сейчас управляю комплектным G10 пультом, который имеет гироскоп. Также я к нему подключил свой геймпад. Многие думают, что Google Play Store здесь обрезанный. Нет, он просто предназначен и адаптирован под управление пультом либо геймпадом. То есть вот игры, и вот вы можете видеть, здесь игр много, но не столько, сколько в обычном плеймаркете. Но вы можете установить игры либо с флешки, либо набрать через голосовой поиск. Сейчас я вам продемонстрирую. Кстати, я забыл упомянуть, что в этой приставке очень хорошо работает голосовой поиск. Шутеры. И вот вы можете видеть, открылись у нас шутеры. Устанавливайте. Все эти игры адаптированы под пульт, либо под геймпад. Ну и так далее. Вы можете любой запрос ввести в голосовом поиске. Хотел еще показать. Здесь вполне отлично рабочая шторка. Подключение Wi-Fi, как на вашем на любом Android. Здесь можно удалять эти сообщения. Давайте выйдем на главный экран. Вот в этой верхней строчке можно добавлять любое приложение, какое вы хотите. Из установленных. Здесь у нас идут новости, или как лента YouTube. Рекомендуемые, либо просмотренные, такие, как вы настроите. Здесь HD Video Box. Рекомендуемые. Здесь Lanet TV. Здесь рекомендуемые каналы. Здесь канал Кинотренд. Также рекомендуемые, как вы настроите. Рекомендуемые фильмы. Можно пролистывать, выбирать то, что вам по душе. И ниже Кино HD. Также рекомендуемые фильмы. Настроить каналы. Можете добавить приложения из ваших установленных. И у вас будут добавлены новости на главный экран. Приставка очень хорошо отрабатывает любые приложения. Никаких тормозов не было обнаружено. Я уже юзал ее пару недель. Предыдущий обзор был, как бы такой, на вскидку. С этим же боксом я уже поигрался около двух недель. И теперь я могу показать, на что же он способен. По играм давайте запустим Asphalt 8. Подключаю свой геймпад. Сейчас вы увидите, какая это модель геймпада. Где ее можно купить. Переходите по ссылке в описании под этим роликом. Нажимаю играть. Очень интересно играть в такие игры на большом экране. А не на экране своего смартфона, либо планшета. Это совершенно другие эмоции. Посмотрите, качество графики. Совершенно нигде ни в чем не тормозит. Отлично работает. Вы погружаетесь полностью в игры. Немного приловчится. И вы будете получать большое удовольствие от использования этой приставки в играх. Можете видеть эффекты. Все отлично работает. Нигде ничего не тормозит. Давайте выйдем из игры. С девятым Asphalt 8 у меня возникли проблемы. То ли лично мои, то ли мой геймпад не захотел почему-то коннектиться. Именно с этой игрой. Может где-то я что-то неправильно выбираю. Но вот вроде выбрал геймпад. Но почему-то управление не идет. Сейчас я управляю пультом. Хотя, как вы можете видеть, игра отлично запускается. Отличное максимальное качество графики. Но управлять я своим геймпадом не могу. Вот он мне показывает. Но почему-то у меня ничего из этих кнопок не работает. Может видеть все эффекты. Все работает. Нужно только настроить геймпад. И так дальше по играм пойдем. Реал рейсинг. Загрузка данных. И вот, можете видеть, отлично загрузилась игра. Отличная графика. Все плавно идет. Никаких тормозов. Я когда-то в свое время прошел эту игру на своем смартфоне. Но ощущения при игре на большом экране совершенно другие. То есть игра отлично работает на данной приставке. Что можем посмотреть дальше. Также будет очень интересно вашим детям. Здесь доступны такие игры. Можете видеть. Управлять можно даже джойстиком. Посмотрите, какие они красочные. Управление с геймпада. Давайте я вам покажу начальные уровни. Можете видеть, насколько это простая игра для данной приставки. Ваш ребенок будет просто рад играм на данной приставке. Все эти игры загружаются с плей-маркета без проблем. Я установил смарт-ютуб. Можете видеть предложенный мне контент. Также можно запустить смарт-ютуб. Найти какой-нибудь 4К контент. Через голосовой поиск. 4К. Можете видеть, загрузились ролики в 4К. Давайте что-нибудь запустим. Да, у меня телевизор не в 4К. И запись, видеозахват экрана идет не в 4К. Но вы можете поверить мне на слово, что видите, как спокойно, без тормозов, 4К контент на 50-мегабитном интернете идет спокойно себе, плавно и красиво. YouTube довольно-таки разнообразный, рабочий. Можете найти и просмотреть все, что вы хотите. Можете войти под своим логином и паролем. Для просмотра каких-то фильмов можете установить себе HD-видеобокс и наслаждаться просмотром фильмов. Можете видеть, я уже неоднократно вам показывал это приложение. Доступно для просмотра большое количество фильмов. Мультфильмов, сериалов и так далее. В связи с кодированием украинских каналов актуально будет такое приложение, как Lanet. Lanet TV. Здесь за небольшую плату доступны давайте зайдем телевизионные каналы пополняйте счет и просматриваете телеканалы. Каналы переключаются клавишами вверх-вниз. Сейчас у меня демо-пакет но все равно есть что посмотреть. Также можно установить кинотренд также можно выбрать какой-нибудь фильм для просмотра. Можете видеть, есть и новинки также есть что посмотреть. Отлично все работает. Кино HD такой же похожий сервис также доступны фильмы для просмотра. Также можно установить такие приложения, как Иви, Мегуго, Свет ТВ и просматривать фильмы но уже за определенную плату. Нужно купить подписку и смотреть фильмы. Также здесь доступны бесплатные фильмы. Можно установить Свет ТВ приложение. Также здесь есть фильмы, премьеры, сериалы, мультфильмы, а также есть телевизионные передачи. Вот вы можете видеть большой список каналов, доступных для просмотра. Также в HD качестве. Хорошее приложение также за небольшую цену. И вот работает 112 канал в HD качестве. можете видеть разрешение, можете установить какое вам надо. Хорошее приложение, отлично работает. Если вы не хотите смотреть платно, то можете скачать бесплатный IPTV лист, установить его в какое-либо приложение, допустим, Lazy IPTV. Я покажу, как он работает с 4К контентом. Вот, допустим, Home 4K. Открываем. Вот такое прикольное меню Android TV. Даже красивее обычного голого андроида. Единственный недостаток, это то, что некоторые приложения придется вам дозагрузить с флешки. Флешки читает отлично, хорошо. Также есть просмотр с вашего смартфона на экран телевизора. Все хорошо и отлично работает. Вот такая хорошая приставка Beelink GT King Pro. Чтобы купить приставку, переходи по ссылке в описании под этим роликом. Может быть, ты в интернет-магазине Gearbest найдешь что-то по своему запросу и по своему желанию. Всем спасибо за просмотр. Подпишись на канал, если еще не подписан. Поставь лайк. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока.